в наших сновидениях мы всегда одной ногой в детстве зигмунд фрейд цитаты и афоризм сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса все остальное дело вкуса притязание ребенка на любовь матери безмерны они требуют исключительности и не допускают дележки все самое лучшее сокрыто в вечном единственная цель жизни это сам процесс существования то есть вечная борьба за выживание религия общечеловеческий навязчивый невроз мы это наши желания мы больше стремимся к тому чтобы избегать боли нежели к тому чтобы ощущать радость иногда сигара это просто сигара и ничего кроме сигары воспитание должно искать свой путь между сциллой полной свободы действий и харибдой запрета люди более моральной чем они думают и гораздо более аморальный чем могут себе вообразить нет ничего дороже чем болезнь и ее игнорирование на каждом шагу я обнаруживаю что меня опередили поэты чувство ответственности сдерживающие всегда отдельных индивидов совершенно исчезает в толпе большинство людей в действительности не хотят свободы потому что она предполагает ответственность а ответственность большинство людей страшит когда люди женятся они более в большинстве случаев не живут друг для друга как они это делали ранее скорее они живут друг с другом для кого-то третьего и для мужа вскоре появляются опасные соперники домашнее хозяйство и детское иллюзии привлекают нас тем что избавляют от боли а в качестве замены приносят удовольствие за это мы должны беседование принять когда вступая в противоречие с частью реальности иллюзии разбиваются в дребезги самый большой вопрос на который я так и не нашел ответ за 35 лет своих исследований человеческих душ это чего же женщина хочет нам хочется существовать мы боимся небытия и поэтому выдумываем прекрасные сказки в которых сбываются все наши мечты неизвестная цель ждущие нас впереди полет души рай бессмертие бог перевоплощение все это иллюзии призванные подсластить горечь смерти острая скорбь после утраты собственного ребенка сотрется однако мы остаемся безутешные и никогда не сможем подобрать замену все что станет на опустевшее место даже если сумеет его заполнить остается чем-то иным так и должно быть это единственный способ продлить любовь от которой мы не желаем отречься кому не хватает секса говорит о сексе голодный говорит о еде человек у которого нет денег о деньгах а наши олигархи и банкиры говорят о морали ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне а искать надо в себе они там всегда и были мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его массы никогда не знали жажды истины они требуют иллюзий без которых они не могут жить мы выбираем не случайно друг друга мы встречаем только тех кто уже существует в нашем подсознании невроз не отрицает реальности он не хочет только ничего знать о ней психоз же отрицает ее и пытается заменить ее счастье мы называем то что случается в результате предпочтительно непредвиденного исполнения долгое время сдерживаемых желаний так мать утоляющая голод ребенка становится первым объектом его любви и конечно первым заслоном против всех туманных грозящих из внешнего мира опасностей мы бы сказали первым страха убежищем мир двоих не понять миллиардом проговаривая изживаешь если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью это значит что он болен на каждом шагу я обнаруживаю что меня опередили поэты только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье почему мы не влюбляемся каждый месяц в какого-то нового потому что при расставании нам пришлось бы лишаться частицы собственного сердца люди сильны до тех пор пока они отстаивают сильную идею бесконечно многие культурные люди которые отшатнулись бы в ужасе от убийства или инцеста не отказывают себе в удовлетворении своей алчности своей агрессивности своих сексуальных страстей не упускают случая навредить другим ложью обманом клеветой если могут при этом остаться безнаказанными и это продолжается без изменения на протяжении многих культурных эпох главная причина страданий это отсутствие опоры отсюда тревога и обусловленный ею невроз а это значит что осознание безнадежности достаточно эффективный способ снять тревогу мой мир это маленький островок боли плавающий в океане равнодушие массы никогда не знали жажды истины они требуют иллюзий без которых они не могут жить быть абсолютно честным с самим собой хорошее упражнение судьба не принимает оправданий признание проблемы половина успеха в ее разрешении мы стремимся в большей степени к тому чтобы отвести от себя страдания нежели к тому чтобы получить удовольствие в наших сновидениях мы всегда одной ногой в детстве любовь это самый проверенный способ преодолеть чувство стыда у женской груди скрещиваются любовь и голод америка это ошибка мой мир это маленький островок боли плавающий в океане равнодушие в основе всех наших поступков лежат два мотива желание стать великим и сексуальное влечение иллюзии привлекают нас тем что избавляют от боли а в качестве замены приносят удовольствие за это мы должны беседование принимать когда вступая в противоречие с частью реальности иллюзии разбиваются в дребезги сновидение это королевская дорога в бессознательное ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал